Друзья, всем салют. Видите, да? Дядька, узнаете? Я думаю, все узнали, Костик, а мы снова у него. Предыдущее видео у нас, скорее всего, было с отправкой этих рыбок. В общем, все мы отправили и сейчас, как и обещали, вам расскажем, что тут по размерам, как разводить, что тут по стене. Ну, в общем, все эти моменты мы вам сегодня расскажем. Так что вы уже там ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Если это видео наберет миллион лайков. Давайте наберем, посмотрим, на что вы способны, как сможете популяризировать это видео. Я обычно смотрю вас, тебя перебью, ну, как бы так, обращай внимание, хотя мне это, ну, когда-то же было интересно, но и будет в дальнейшем, я же тоже буду этим блогером. Когда? Не знаю. У людей вопрос, когда? Вопрос, не скоро, вот мне кажется, что не скоро, потому что нужно же мне телефончик, а сейчас, видите, надо стену делать, стеллаж делать, так что пока с этим задержка будет небольшая. Ну, вы можете помочь. Да, если у кого-то там в шкафу, бывает здесь такое, у меня раньше было, там валяется, может, старый телефон, если на нем есть камера. То это поможет в записи видео. Да, короче, ладно. Что я хотел сказать, от количества просмотров, вот я для себя такую статистику провел, что, допустим, тысяча просмотров, 10% от него всего лишь лайки. И от лайков, 10% дизлайков, обычно так. Я не знаю, ну, неужели не нравится видео, да? Ну, почему так всегда? Или так тяжело нажать? Я, допустим, всегда нажимаю. Оно потом видно даже, какое видео просмотрел. Да, и мне так даже удобнее. Я вот смотрю, о, это я уже смотрел точно, значит, ну. Да. Ну, сейчас мы переключимся на другую камеру, и после нам тут все будет подробно рассказывать. Друзья, я вот, прежде чем Костик тут начнет рассказывать, сразу вам скажу. Видите, он с петличкой. Все теперь, по вашей просьбе, его теперь должно быть хорошо слышно. Он вроде как поел. Ну, вот смотрите, какие его сковывающие движения теперь. Видите, вот сумочка. Да, вот видите, там светится даже этот рекордер диктофона. И поэтому, как бы, он уже так не сможет быстро ходить, вилять, как он это обычно на видео делал, там, танцует. Будет его немножко движение. Ну, зато будет хорошо слышно, да? Да, теперь можно ему задавать вопросы, он будет отвечать. Ну, давай начнем с первого. Ты про стену читал? Про стену читал, да. Некоторые пишут, что все равно между пенопластом и стеной... Будет грибок. Будет грибок. Ну, я, как бы, об этом думал, что, возможно, да. Советовали, типа, утеплить снаружи. Советовали утеплить снаружи, да. Ну, я вот, как бы, не знаю. Вот снаружи, мне кажется, что это, как бы, просто нововодное веяние. Некоторые, да. Некоторые придерживаются такой точки зрения, что это, ну... Ну, как бы, просто, вот, смотрите, вот эта плита, она же, ну, даже с той стороны ее, например, если утеплить, но она же связана с другой плитой, вот, вверху, внизу, она связана вот с полом, там, и с другой плитой. Как бы, от них-то все равно, как бы, холод. А как можно вот эту стену нагреть просто пенопластом снаружи, как бы, ну, тепло уходит. А когда вот здесь, например, с этой стороны пенопласт, я думаю, что он как раз не будет давать возможности охлаждаться вот этой самой плите. Ну, это я так думаю. Возможно, я ошибаюсь, я думаю, что я утверждаю. Да, ну, и сейчас ситуация немного другая, кто просто утепляет свою квартиру, да? Да. И у нас же, тут чуть-чуть другая ситуация, потому что у нас здесь очень много испарения, да? Да, да, да. И температура выше, чем, ну, обычно у вас дома, если там 20, то здесь 25 делится. Ну, в общем, не знаю, как оно получится, будем делать так. Ну, мы прерёж, наверное, с белизны, да, как-то. Да, с белизны. Дешёвые, вроде как практичные. Вроде, может быть, действенный метод, да. Кстати, вот, кто пробовал, напишите, насколько хватает. Ну, мне кажется, что белизной, если пройти, то, ну, мне кажется, на всё время не хватит. Мне кажется, через время всё равно грибок вылезет. Ну, возможно, я ошибаюсь. Напишите об этом, чтобы Косик примерно знал, насколько это риск, как, да, вот, насколько там мазать ему, ну, как бы, сильно там заливать, не сильно. Да, ну, и второй вопрос был у нас, на что клеить пенопласт, на пену или на... Сухие смеси. Ну, и говорят, что лучше на сухие смеси. Ну, да. Что-то мне кажется, что у меня не получится, если честно. Ну, у меня опыта в этом нет, а на пену я вот снимал гараж, и что-то вот мне захотелось. Ну, там был подвал, в подвале я уже клеил этот пенопласт, так что... И неудачно, да? Нормально, нормально, хорошо получилось. Так что, скорее всего, пена дороже, но будем, наверное, делать на пену. Вот, что, размеры, да, или ещё? Да, ну, если кто-то хочет тут поупражняться, можете помочь Косику, это здесь приклеить это всё, сделать по уму, чтобы всё было тёпленько, красиво и без грибка. Да. Вот два новых аквариума у нас появилось. Да, да, вот, друзья, ну, воды, видите, пока чуть-чуть, так как свеженькая водичка, как бы, ну, так скажем, чтобы холодной сразу не было. А Костя по чуть-чуть её наливает, чтобы сейчас холодно на улице и, как бы, чтобы рыбка не приболела. Ну, вот, мы видим кислородика. Кислорода не хватает, да, ещё пока, ну, тут у нас всё так. Ну, сегодня поставим им какой-то или фильтр, или хотя бы распылитель поставим. Вот, здесь просто, видишь, на этой головке есть вот эта вот насадочка, которая делает воздух. А здесь, я вчера у меня есть там какие-то бушные, я искал, но ни одна не подходит. Поэтому просто вот это волнение, которое есть, вот это и вся. А мне кажется, если его просто приподнять и даже будет, ну, по воде, вот, знаешь, типа, плюкать, то и так она кислородом будет сочаться. Да, да, может быть, но мы же ещё дольём воды. Ну, да, да. Ну, короче, поставим просто распылитель, у нас ещё есть там где-то запасной этот с краником. С краниками проблемы, не хватает краников. Вот, друзья, пока Костя тут будет мерить, попутно давайте это. Костя, вот что тебе надо? Вот первое, мы определились, если нужны видео, то нужен телефон. Да. Где звонят? О, это звонит Александр по рыбкам, которые мы отправили. Я понял, мы туда придёмся, разговариваем. Так, ну, смотрите, друзья, вот просто телефон, ну, вот он, это так же его, ну, Костянчику подогнали. Да, Ромчик с Кирилловки мне прислал. Да, спасибо ему огромнейшее. Но Костя не может снимать, тут камера как бы не позволяет. Он бы с удовольствием уже выкладывал бы видео новые, но камера не позволяет. И вот в этом вся загвоздка всего, ну, почему у него не выходит видео. Я правильно понимаю? Всё ты правильно, да, говоришь. Но единственное, что я так понял, что уже тот канал не получится восстановить. Придётся, ну, новый, да, открывать. Ну, попробую, если нет, то... А я же не помню там ничего. Мне кто-то говорит, хотя бы надо было почту помнить, понял, или что-то такое. Я этого ничего не помню вообще. Это в этот раз я уже всё позаписывал там себе на бумажечку. Так что, ну, придётся делать новый канал. Ну, мы тогда, это, как Костя создаст новый канал, мы тогда опубликуем. Ссылочку оставлю в описании, и тогда уже сможете перейти там и ему пролайкать там, прокомментировать его видосы. А ты же, кстати, можешь и свои старые позаливать. Серьёзно? Да, ты же можешь их поскачивать и залить себе. А, да? Блин, так всё шикарно. А я думал, уже всё. Нет, нет, ты же можешь скачать и как бы залить всё. Ну, там такие видосики, конечно, не очень классные. Ну, знаешь, что мне, почему эта новость меня порадовала? Потому, что будет видно, ну, как было и что со временем происходит. Ты меня же на канале, все видят это, как происходит у тебя. Ну, да, 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 да. Какие изменения, как шоу. Давай, пока вот коснулись уже, вот что тебе надо. Вот мы коснулись, тебе нужен телефон для съёмки. Что тебе ещё не хватает для счастья в жизни? Да ну, вот, много чего не хватает. Не, ну, я не знаю, ты как-то знаешь, что-то звучит как-то, я не знаю, это... Не, мало ли, может, но у кого-то что-то там не нужно. Вот что-то мы, вот, про телефон тот же, да, там, или камера. Всё, телефон, больше ничего не надо. Всё, может шлангочки, может провода, может пенопласт у кого-то, может древесина, может аквариумы. Да нет, наверное, уже нет. Уже всё, хватит, да? Уже хватит. Наёмся. Ну, дело в том, что тогда, ну, и, кстати, большое спасибо. Вот один аквариум до сих пор с водой, тот мы тоже, помнишь, который нам дарили? Да, да, да. Вот, тот тоже, как нерестовик мы используем для больших меченосцев. Вот, ну, просто уже хочется под размеры стеллажа аквариума, чтобы они не были, вот, как в перебой. Ну, например, тебе же, если вот стеллаж поставить ещё один, ну, как бы, можно же пока временно там ставить вот такие, и в них, да-да. А со временем, вот, ты будешь делать вот так, как красиво у тебя здесь, вот, чтобы вровень. Ну, начнёшь, например, приведёшь до ума этот стеллажик, а потом следующий, а так в них тоже будет там по-чуть-чуть. Ну, да, по-первых, ну, конечно, да, так оно и будет. Ну, давай теперь приступим к размерам. К размерам от этого стеллажа, да? Да-да-да, вот, хотят это, просто для удобства сказать, ну, попробовать, вот, сколько тебе надо, например, места, вот, чтобы было, и удобно в аквариуме там лазить, рыбок лазить, там, менять, упки. Да, смотри, тогда померяем, как мы померяем? Мы померяем высоту аквариума, да? Давай. Вот у нас высота аквариума 35 сантиметров. Глубина 40. Вот, ну, если мы говорим сейчас про высоту, вот здесь у нас пенопласт 3 сантиметра, это как бы много, но седают лишние там сантиметрики. Вот там у меня была двойка, но сейчас двойка у нас не продается в магазине, только тройка. Но есть еще более тонкие, какие-то мне там предлагали, но они стоят и дороже, 0,8, допустим, 0,6. Вот, но вот здесь остается до потолка 21 сантиметр. 21 сантиметр. До бруса. Здесь немного больше, но до бруса, да, именно для руки, для маневров, для сачка. Вот, остается у нас 21 почти сантиметр. И этого вполне достаточно. Ну, удобно, да? Здесь же точно такой же аквариум, но я не знаю, как я делал, в общем, не все одинаково. А здесь у нас 14. Вот 14 маловато. Как бы у людей бывает и меньше, но я не знаю, рука проходит. Я уже отсюда один раз ловил рыбу, более-менее нормально. Но мне не нравится, знаешь что? Я доливаю из 5-литровых баклажек, когда делаю подмену, вот сюда она уже, ну, вода не льется, сливается только пол бутылки. А сюда я вчера вообще спокойно, вся вода вытекает. Так что 20 сантиметров хотя бы, я считаю, это нормально. Да, 20 сантиметров получается самое оно. А вообще, какая высота его? Высота, получается, вот опять же здесь. Я хотел, чтобы было все вровень, но на 5 сантиметров каким-то макаром ошибся. Не помню, как это произошло, но... Так, высота у нас получается... У тебя же техническое образование, да? У меня? Да. Ты же инженер летательных аппаратов. Не, я же не в ХАИ учился. А, не в ХАИ? Я в военном университете. Инженер энергетики или электрик, что-то такое. Вот, стоп бой. Ты не помнишь, что это... Обманули. Говорят, будет написано энергетика, вроде в дипломе написано электрика, инженер электрика. 182, а этот... А этот на 5 сантиметров больше, по-моему. Почти 190. Вот, но тот стеллаж я уже буду делать чуть-чуть по-другому. Что ты там уже будешь читать? Я хочу, знаешь, как там сделать? То есть здесь получается 4 у меня полки, да? Да. Вот, раз, два, три, четыре. Там же я хочу сделать 3. Вот это будет ниже. Сейчас, сейчас, сейчас. Это оставлю пустым просто для вещей, потому что их некуда девать. Ну, все вот эти там аквариумные причиндалы, да. Вот. И будет 3 этажа, и этот получается... Ну, может, он останется на такой же высоте. Просто сделаю здесь большее пространство. Понятно? Ну, а вот наверху что там неудобно? Наверху неудобно. Вот со стремянки, я думаю, будет более-менее. Но все равно наверху неудобно. Поэтому и вверх лучше сделать. Я думаю, 3 этажа, вот самое то, что нужно. Будет нормально. А нижний, вот сколько у тебя пролет этот получается? Вот сейчас вот сколько? Нижний? Да, да, нижний. Нижний получается у нас всего 47 сантиметров. Ага, 47. 47 сантиметров, да. Ну, то есть уже здесь ошибки учтены. Да. И уже будешь на новом стеллаже. Да, строил я его из бруса 5 на 4. Брус 5 на 4. Вот, ну, кто-то говорит, из дерева ты что, саморезы, все сломается. Ну, пока не ломается. Вот у меня не ломается, я делал, можно говоря, сказать, по запатентованной технологии Артема, да, с будней аквариумиста. Вот, то есть у него проверено. Но он все-таки использует мало саморезов. Я же говорю, саморезов нужно побольше. Вот. Ну, все держит, слава богу. Вот, длина, брус идет 2 метра в основном. Ну, может, там есть и какие-то длинные брусы, но для перевозки. Вот 2 метра. И он всегда идет длиннее, там, 2,20. Ну, будем учитывать, что 2 метра. Вот первый стеллаж у нас, по-моему, метр что-то 65 получился. Вот он здесь, видишь, стыкуется. Да, да, да. А второй уже пошел, ну, я сделал так, чтобы дверь открывалась, да? Чтобы зайти можно. Вот, 2,50. Вот, брус был 2 метра и 50 сантиметров еще пришлось нарастись. Да, вот здесь, ну, пришлось сделать так. Я не помню, почему я не сделал его вовнутрь, чтобы он не торчал. Понимаешь? Ну, что-то видно тоже, видишь? Образование. Да, я смотрю, у тебя получается одна склепка здесь, на нижнем у тебя здесь, и на верхнем, ну, да, чтобы на одну сторону не было нагрузки. А вот мне кажется, или вот здесь чуть-чуть есть прогнуто? Вверху? Да. Не знаю, Вась, но я вчера что заметил, вот здесь уровень воды вроде бы ровный был, когда я заливал под верх, вроде бы ровно. А здесь начал заливать, и вся вода начала выходить сюда, но вот чем больше воды, тем хуже видно, но вот когда было столько воды, заметно, что... Нет, и сейчас видно. Вот ты сказал, да, вот ты сказал, и я вижу, да, да, да. То есть неровно, хотя я с уровнем там вроде бы все это делал, ну, вот так вот. Уровень это неровный был. Да, ну, и либо руки, либо уровень. Вот, я просто видел, что Артем, может, видел, он подкладывал под аквариум, но я считаю, это категорически нельзя делать. Ты понимаешь, что у тебя... Нагрузка, нагрузка, да. Конечно, у тебя так он лежит на всей плоскости, фейс с ним, что там чуть уровень, но когда ты подкладываешь под один угол, это ты представляешь, как он... Нагрузка идет. Ну, я не знаю, мне кажется... Где с двух сторон только. Да, 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 у Толика там общейшие, висят они. Впечатал это про Толика и меня это. Говорит, это твой брат. Похоже, да, немножко. На лицо я говорю, что ты не говорил, что у тебя брат есть. Скрывал, скрывал. Так. Так, ну, это мы все померили. Теперь скажи по аквариуму, какая вот длина вот этих красавцев. Длина метр. Длина метр. Метр. Высота, ты сказал, 35. 35 и глубина 40. И сколько по литражу получается? 140 литров один. 140 литров. Вот они как бы два стоят, и я смотрю, там еще уголочек, да, можно что-то поставить где-то. Можно что-то поставить, но со временем можно будет просто в такие же размеры сделать еще, ну, маленькие два аквариумчика. Ну, да, чтобы красиво там, может, какой-то отсадничок там, чтобы было, я думаю, будет very good. Ну, видишь, я делал это стеллажи, когда у меня не было этих аквариумов. Да. Поэтому мне, чтобы их поставить, приходилось, ну, я их отсюда всех заносил, понимаешь? Ага, да, да. Те, кто будут делать, если уже знают размеры аквариума, можно учесть и перенести эти бруса просто сюда, чтобы можно было отсюда их. Потому что если, ну, что-то, не дай бог, случится, допустим, с этим аквариумом, да, ну, не дай бог, потечет. Тебе надо вот этот убирать. Да, придется убирать вот этот, ну. Да, есть все такое. Так что те, кто будут делать, делайте уже как-то по уму. А может тогда потом делать наоборот, маленькие туда поставить, а вот эти более краевые, ну, чтобы, знаешь, если что, можно было вытаскивать, как бы их. Так как, потом еще маленькие вытаскиваем, ну, тут бы. Ну, да. Так маленькие оттуда ж можно, раз, вытащим, и все, как бы. Поэтому, если есть возможность, вот как у меня, хочу выразить благодарность Женьку и его бате за то, что они мне помогли. Да, да, молочали. Склеили аквариумы. Так бы, я не знаю, когда бы я им обзавелся, ну, наверное, очень нескоро. А так, видишь, как раз, два, и у меня уже четыре аквариума появилось. Да, каких аквариумов вообще? Украшения разводни. Ага. Сейчас мы коснемся разведения живородки. А расскажи ребятам, как ты живородку, ты ее отлавливаешь, когда она беременна, либо ты их как-то в отсаднике держишь, ну, как у тебя процесс этот налажен? У меня не налажен процесс, вот это, что меня вот иногда, ну, смущает. Процесс не налажен у меня. Я отсаживаю каждую рыбешечку живородящую в отдельный аквариумчик. И жду, пока она разродится, вот. И первое время, может быть, даже до месяца малёчек живет в этом объеме, ну, там, 15-20 литров. Потом уже я их могу совместить в более просторный аквариум. Вот. Планирую сделать я под гупешку все-таки какие-то отсадники. Понял? Чтобы они постоянно там жили, вот, допустим, ну, здесь стяжка посередине. Да. То есть, ну, получится вот такой вот отсадник, да? Ага. Я планирую, ну, хоть 5 сантиметров до дна. Вот. И такой же вот квадрат, чтобы он влез вот сюда. Да, 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 я понял. Ну, получится объем у него, если это 140 литров. Ну, литров, думаю, 50 отсадников сделать. Ну, да, где-то так получилось. Да. Кто-то поставил бы 2, но потом как вылавлять этих мальков? Вылавливать неудобно, да. Думаю, вот с гупешками и с мелкими, может быть, специльками можно точно так же сделать отсадники. А вот уже с более крупными, с меченосцами или там с малинезами, я не знаю. Либо нужно делать аквариум больше размера, потому что они-то все-таки крупненькие вырастают, знаешь, 50 литров им может не хватить. И что меня еще смущает, что придется часто очень сортировать. Да. Потому что ты будешь их вылавливать куда-то, правильно? Да, да, да. Так что ты одну самочку поймал, она тебе от металла, они все одного размера, да? Все будут кушать одинаково и расти одинаково. А так ты будешь каждый день вылавливать там, у кого-то там разница в 2 дня, у кого-то в неделю, у кого-то еще. Ну да, да. И они будут друг друга. Вот как здесь, я всех совместил, видишь? И более крупные, маленькие мне дают кушать, они себя плохо чувствуют. И клюют их, и они не доедают. Вот я какую-то часть попытался отсортировать, понял, вот сюда отловил. Ну все равно, тут эти уже тоже подрастают. В общем, вот это, конечно... Ну тут, конечно, еще и макро-коды, они же такие более, как бы... Да. По-шестрее, они такие побольше здесь размеры. Макро-коды растут быстрее, чем меч-носицы, я заметил. Потому что я сюда оставлял, больших сюда пересадил вниз, а здесь оставил самых маленьких. И видишь, эти маленькие уже какого размера, меч-носики. Да, больше меч-носов. Есть такое дело. А, ну вот, сейчас я все-таки хотел бы уточнить. Смотри, ты сейчас увидел, например, беременная самка, да? Ты ее взял, отсадил отдельно, да? То есть ты не берешь, вначале ее разделил с самцами, например, там, на недельку, потом посадил с самцом, чтобы он ее оплодотворил. Так не делай. Просто следишь, кто кузатенький, все, значит, будешь... Да, и вот в том аквариуме, помнишь, раньше там было больше рыб? Да, да, да. Ну, во-первых, я оттуда 10 самцов больших продал. Ну, которые я думал, что они самки. Они были самками изначально, я оставлял их себе. Но они потом превратились в самцов. И вот человек у меня их забрал. Вот, некоторые, вот это же невезучий аквариум, некоторые погибли. Но, и вот сейчас уже хорошо видно, да? Их стало меньше. Но когда их целая толпа, допустим, там, штук-пятьдесятых там плавает, тяжело отслеживать. Ну, да, сейчас-то вы видите. Сейчас, да. Тяжело отслеживать и ловить тяжело. Они все в стаю сбиваются где-то в угол. И вот эту одну единственную самочку, которая кузатая тебе кажется, как бы тяжело ловить. Ну, да, да, согласен. Он все согласен. Так что, друзья, вот вы узнали секретный секрет, как Костя разводит живородку. Ну, а тут я смотрю, водичка. Тут вообще шоколад не виноват, да. Свеженькая. Даже я вчера нюхал, уже запах начинает. Но сегодня я подменю, просто вчера с этими аквариумами, у меня не было времени. Я возюкался, да, все-таки время забирает. Установка, все такое. Я думаю, вообще, знаешь, что сделать, может быть. Может, если не получится купить эту бочку, понял, которую я рассказывал. Которую ты хотел отслеживать. Да, может быть, аквариум вот этот использовать, да. Поставить его потом где-то наверх, понял. Как вариант. Потому что он-то из-за стекла, можно будет просверлить в нем отверстие. Да, да, да. И, понял, сливать прям со дна. Да, 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 да. Так что такой вот этот маленький. Как вариант, да. Я согласен с тобой вообще. Ну, просто 200 литров тоже немного получается. Если вот этот стеллаж еще будет, да? Да, 200 литров это вообще, да. Надо так. Вот смотри, 200 литров, если подменивать 30%, это на сколько, получается, хватит? Ну-ка, арифметик. На 600 литров всего лишь, или что? Да? Вот если нужно подменивать... Да, да, да. На 600 литров. Ну, в принципе... Сегодня, завтра. Сегодня, завтра, да, каждый день, если... Каждый день, да. Тупо, как бы, получается, бочка будет... Ну, каждый день заливаться, если у вас... Получается так. Ну, да. Ну, с другой стороны, вода не будет застаиваться. Вода не будет застаиваться, ну, потому что с баклажками... Начинаешь уже мучаться. По нескольку раз в день, да, вот у меня банка на 10 литров, там 5 баклажек, и вот несколько раз в день... Ну, кому можно холодной подлить, там, где объем побольше, доливаю прям с-под крана, ничего не отстаиваю, не грею. Я еще думаю, помнишь, у Толика была куча баклажек с водой? Да, да, да. Я вот, не знаю, может, я не прав, они все у него закручены крышкой. Вот оно, это плохо или хорошо, я вот что-то не знаю. Ну, типа, шахлор не выветривается. Может быть, да. А оседает внизу. Ну, я, как бы, вот, честно сказать, вот этот вопрос ему не задал. Ну, я думаю, что, возможно, он, если посмотрит видео, то вот пишется, как бы... Либо, ну, те, кто в курсе, может, тоже нам напишут, расскажут, как правильно. Еще там, это, сразу же, пока просто мы здесь об этом не говорим, просили показать сомиков, как ты различаешь самку и самца. Ну, как бы, понятно, что самка крупнее, а самцы поменьше, как бы... Ну, вот, хотят от тебя, как бы, услышать и показать, чтобы ты показал наглядно, вот, вот там... Наглядно, наглядно. Ну, скажу так, что в маленьком возрасте очень легко перепутать, да. Нет, только... Я не знаю, Вась, ну, там, как бы, их показать то. Вот я знаю, что у меня здесь есть пару самочек. Здесь сильно, да? Да, здесь. Ну, они такие. Друзья, вот, самочка всегда... Вот, вы, может, видели, например, когда я, там, на нерес садил костиных этих коридорусов, вот, там, самочка, ну, прямо она такая, кузатенькая. Да, вот они, они намного крупнее. Вот, когда взрослые. Вот, смотрите, ну, тут тяжело ее поймать, но она, прямо, так видно, пузатенькая эта. Смотрите, сейчас я постараюсь вот отсюда. Вот, тут видно, она такая пузатенькая, а самцы, они такие, более худеи, и... Ну, они такие стройные, как бы, более вытянутые, а эти, как, более бочечки такие. Ну, если... Ну, там у нее есть... Бывает, можно, вот, вы ее с очком поймали, да? Ага. И перевернуть, бывает, можно увидеть, ну, хотя тяжело, но бывает, я видел, видно икринки у самочек. Ну, прикольно, я даже никогда не знал об этом. Друзья, а я, вот, знаете, еще увидел впервые в жизни, как Костя поднимает, как, что он делает с рыбкой, которая упала, ну, например, вот рядом там, там, на стекло, или вот сюда, вот, где это... Вот, скажем, полотенце. Вот упала на полотенце рыбка, и, вы знаете, он сделал такой фокус, ну... Вот, давайте, попробуйте угадать, как Костя переместил рыбку обратно в аквариум. Вот, что он сделал? Вот, пишите в комментариях, ну, я вам сразу скажу, что я впервые видел такое. Ну, Костя говорит, это в литературе, да? По-моему, в книжке я такое вычитал, на самом деле я такого не придумал. Вот, попробуйте угадать, что же он сделал. А мы в следующем видео об этом, скажем, ну, я не знаю, показывать будем, есть ли тебе желание в каком-то из видео показать? Если случайно это произойдет. Если случайно произойдет, я просто в прошлый раз не успел к вам поднять, но так это все быстро, ловко сделал, что, ну, реально, я просто не успел. Но он меня впечатлил. Я думаю, что вряд ли вы тоже такое видели, но можете подогадываться. Ты решил выложить ее? Нет, я просто смотрю, торчат, чтобы не подсохли. Это, видишь, я вчера здесь пообрезал, потому что не мог поймать никого там. Были заросли большие. И, думаю, Андрею на круглый рынок отвезу, пока положил здесь. Правда, не знаю, когда это будет. Но ничего с ними не случится здесь. Да, абсолютно. Свет есть, как бы все есть. Все им будет окей. Ну вот, друзья, вроде бы мы все вам показали, рассказали. Я думаю, что, ну, все, что просили, мы озвучили. Даже, я же говорю, должно Костю хорошо быть слышно. Если еще что-то там есть, вопросы какие-то, пожелания. Да, скорее всего, мы что-то забыли, как обычно, да? Ну да, мы таки можем это сделать, как бы на это способны. Кстати, друзья, если есть желание узнать про доходы Костю, именно за 2020 год, за 2019 мы уже делали, то за 2020 год Костя покажет, если сколько будет, миллион лайков. Миллион лайков. Нет, мы покажем в любом случае. Ну, зачем ты все рассказал? Они теперь не поставят миллион лайков. Нет, да поставят. Ну, а что, это же не сложно, правильно? А нам приятно. Нам приятно будет. Поэтому ждем. Но это будет в январе. Да, друзья. Мы же дебет скребетом, ведем все, и тогда вы увидите. Будет немного, но точно больше, чем в том году. И надеюсь, вы порадуетесь за Костю. А я в комментариях под видео оставлю Костину карточку, и вы там подонатите, чтобы на разводни, чтобы он других рыбок смог докупить, смог стеллаж доделать, стену еще делать. Работы еще много. Финансовая часть Костю тормозит. Вот давайте поможем Костику в этом деле. Так что будет все, если вы поможете. Ну, это такое, кто захочет. Да, 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 это кто захочет. От души. От души. Только от души. Ну, как бы не надо там последнее выворачивать там. Вау. Это попрошайки там и тому подобное. Есть желание? Помогли? Нет желания? Ну, нет желания. Это же такое дело. Ну, все, друзья. Желаю всех благ, успехов, хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.